19 марта в спортивном комплексе «Олимп» поселка Курагина состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди дошкольных образовательных учреждений Курагинского района. В фестивале приняли участие шесть команд из детских садов. Эта теория реализуется на всей территории страны. Его цель – укрепление здоровья, всестороннее гармоничное развитие личности и, конечно же, воспитание патриотизма. И очень важно, чтобы эта цель начиналась с юных спортсменов. Именно это мы пытаемся реализовать уже третий год. Проводя такие соревнования, таким образом мы пытаемся подтянуть к движению ГТО юное население Курагинского района. Сегодня они могут не только выполнить нормативы и проверить свои физические возможности, но и получить какой-то определенный знак отличия. У детсадовцев все было торжественно и серьезно, как и у взрослых в этом зале. Сначала построение и поднятие флага, конечно же, под звуки государственного гимна. Большинство участников стояли при звучании гимна, как говорится, по стойке смирно. И лишь некоторые малыши немножечко с любопытством оглядывались по сторонам. Затем состоялось знакомство с судьями соревнований и веселая минутка. Для юных участников фестиваля ГТО юные же танцоры исполнили танец веселых ежиков. Потом участники команд все вместе приняли участие в разминке. И для таких малышей есть свои нормативы. И их к сдаче готовили воспитатели. И, конечно же, дома помогали родители. Катя Коголенок призналась, что ей нравится заниматься. И у нее есть свои любимые виды упражнений. Я люблю отжиматься, перескачать. Плышки и бег. По всему залу были оборудованы пункты сдачи нормативов ГТО. Здесь готовы были протестировать и гибкость ребятишек, и пригучесть, и крепость их пресса. За своими малышами сверху наблюдали волнующиеся родители. А рядом были воспитатели, готовые подсказать и поддержать детсадовцев. Маргарита Байкова из Кочергинского детского сада со своими воспитанниками на подобном фестивале не впервые. Мы на ГТО второй раз. И для детей охота им заниматься спортом. И они стремятся к этому. Уже результаты мы показываем уже намного лучше. И будем продолжать в том же духе. В здоровом теле, здоровый дух. Малыши из детского сада «Теремок» поддержали своего воспитателя знаками победы, а зрителям подарили сердечки. На площадке комплекса «Олимп» стоял равномерный гул и прорывались тонкие ребячьи голоса. В беге важно было не только скорость показать, но и не перепутать количество, сколько нужно пробежать дистанцию. Наверное, можно смело сказать, что всем ребятам понравилось это спортивное мероприятие. У Миши Мухлыгина есть уже в копилке своя маленькая победа. Я участвовал два раза. Занимал вторые места. Мне очень все понравилось. Все классно, и конкретно нас очень хорошо занимало. Буду заниматься спортом всегда. Руме Додеркину из Краснокаменского детского сада понравилась атмосфера спортивного праздника. Мне нравится участвовать в фестивале ГТО. Я в первый раз ездил на ГТО. Мы заняли второе место. Мне очень нравится туда ездить. Я хочу, чтобы наша команда выиграла. Судьи внимательно следили, чтобы все этапы были пройдены правильно, а потом результаты были сведены в общий итог. Первое место занял Курагинский детский сад «Рябинка». Команду подготовила инструктор Наталья Уткова. Второе место у Кочергинского детского сада «Теремок». Команду подготовила инструктор Маргарита Бойкова. На третьем месте Курагинский детский сад номер 15. Подготовила команду инструктор Вероника Нагаева. Подведены были и результаты в личном первенстве. Среди мальчиков первое место у Максима Казанцева из Кочергинского детского сада. Второе место у Данила Коллегова из детского сада «Рябинка». Третье место у Ильи Бекер из детского сада «Аленушка». В личном первенстве первое место у Арины Алексеевой. Второе место у Рады Васильевой. Третье место у Ксении Кенг. Примечательно, что все эти победительницы из детского сада «Рябинка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Третье место у Ильи Бекер из детского сада «Рябинка». Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова